Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поближка Гора Монт Эльгон 4800 метров Не помню Поближка с Кени А замешкаем в центре Это такой большой площадь В этом здании А так Мешка През последние дни в Уганде Презодорно Презодорно Москитер А в ту сторону Трошки как бы З вензения Но лучше Мечать краты в окне Ниже без багажа Так выглядит Открытие моего Гестхаусу З другой стороны Не от улицы От улицы По лево На каждом будинку Практически Са такие Чарные збиорники До воды В этот способ Подгреба Бо это уже 1200 метров Высокость Там витач Горы 2500 3000 метров Найвыже Монт Эльгон 4200 4200 метров 5400 метров Найвыжње На Три Три Халт Маскитер Сэнч. Профессор Малюмина Сэнч. Цежки Сэнч. 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 Музинт. Крэсмвейз. Поехали! Улица плохая. 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 Африка лапали других и продавали. Кто пройдет столько Африки, как я, утверждает, что большую криву для Африки создали сами Африки. Это вот дети, которые ходят по рынку и собирают то, что падает. Африка очень сложно торговать. Они не спускают цену. Нет, это Азия. Они не спускают цену. Они хотят, чтобы товар попсу, чем его продать. А если попсу, то вырисуют. И тогда... Ни из этого не имеет постройки. Таргование на самом деле тяжелое. На самом деле, что цена есть и не спускают. Не спускают, на самом деле. Работать фильм в Африки очень сложно. Каждый жалит какой-то кассы, кричит, военный. На самом деле, на самом деле, немного удивляли. Но я просто ничего не делаю. Фильмую. Но это очень трудно сделать. Выизолировать человека. Потому что все на купе свалили. для этого. Остальные две девочки. Девочки и гостоплы омолены. В днем зоне. несколько земликов, помидоры. В ив. И возвращаться. Утром тоже. Нет, все равно. Тут все время. У нас там атмосфера, есть одно место, а температура. А, все Paw faces. Жизнь, по-бежителю. Прожить эти 38-42 лет. За этим целью этих зданий, зданий, склепиков, находится целый комплекс, лабиринт маркетовый. Это ресторан, здесь можно приезжать и поселить. Те, которые продают, покупают, чаще всего продавцы здесь отживаются. Они здесь практически от 6 часов до 22 часов не идут в доме. На съедание чаще всего порошка. Порошка – это кашка из кукурыдзи, чуть-чуть млека, вода и кукурия. Это всё, такая генская зубка для выпечки. Это рано едут, где-то около 9 часов. А тут я приготовлю матоку в этих листьях, какая-то зупа волова или скурчака. Просто едут, очень просто. Африка – это тяжело, очень тяжело. Танее – это очень хорошо. Капуста – это основное средство и помидоры. Все в целом. Все на печке сделано в шархе. Из шархи. Знаем, нескольких пытаются мешать. Треба уважать, как это говорится, в шархе. Дома – это огонь из черного гелина. древнего, который велократно показал. Сегодня на снидание скоррестаем с этой кухни. Тут есть такая воловина в таким росоле и матоке. Тут и пани 1600 шиллин, то есть два злоте с грошем. Ну и то, то есть то. Как видно, было очень вкусно и здорово. На pewno не зашкоди, потому что это готово, свежо. Но в Африке по воловине без этого не будет. Хотя, у нас есть гэстозэмбы уставлены. Нестой. Не ма шанс. Мужи что-то там остаться между зэмами. Така есть правда. Большинство людей только ма токе с сосом. Не стоять на мясо. И то коштует 600 шиллин. 1 3 доллара. Очень популярное тут есть мытье бутов. Не удивляйся, бо тут есть споро бута за минуту, поэтому кто-то занимаетесь на этом, какие-то деньги. В Африке это для каждого использования. Здесь есть два рода. Это хиний, а это индийский. Здесь вкладывается венгел. Руштик немного повесил. Здесь должен быть поминок. И жара венгел и греет. Так же греет как наши железки. Может, лучше железки. Три Три килограмма. Железки. Железки. приятие алмага. Видак на снимке. Аккуратно да. Приклика. Ну, да, что же заклинка. Да. Продолжение следует... 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 В ресторане. Продолжение следует... Сейчас на съедение... Матоке... Сосом мясным. Сосом мясным. Сосом мясным. Вг. мне, это мясо еще 2 часа, как бы готовилось, было аккуратно. Матоке из этого. Очень вкусно. Матока готова в листьях очень вкусная. Банана, неизвестная. Банан. Как земляк. А сейчас еще возьму... Не знаю, что это... Бакуаржан... Не знаю, что это... Продолжение следует... Продолжение следует... Улицком, не улицком. И тут виджэ... Сусцене... Кавы. Виджэ, что злом позыскуј. Это добрый обиад. О, тут целая... Пура... Кавы. Африка. 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 Ходжа в голой голове, не убирам жадной накрытии. Уж муси быть час, что закладам чапку какую-то. Ходжа в голой голове. Та родзина фармерска очень тяжело пратует, чтобы мы могли выпить кубок гороной, чарной кавы. А выглядит это так. Кава в первую очередь нужно притягнуть из пола, из растения. А потом нужно притягивать каву. Тут есть гуршый сок, притягивая. А тут есть кава очень красивая. Но это не все. Нужно ее еще тут вылесить. О! И мы купим, если не измелена, то выпаленную такую каву. Илья это притягивает, горе дороги. А мы это так легко принимаем. А люди так тяжело musят работать. Африка из-за кавы в мире. Африка из-за кавы в мире. Африка из-за кавы в мире. Вот я грызу такую каву в зиаренку. Вот такой маленький бобасок стоит. И он очень удивлен. И он смотрит мне на мою кожу. Эта разница очень большая. И он очень удивлен. Первый раз видит такие монстры билые. И его мама смеет. И я тут смотрю, как женщины мучают. И достают... И вы знаете, что? Достают за 1 кг такой кавы 5 тысяч шиллинг. 5 тысяч шиллинг. 5 тысяч шиллинг – это 2,5 доллара. За килограмм. Такой готовой кавы. Это уже высушенная кава. 5 тысяч шиллинг. 6 тысяч шиллинг. 6 тысяч шиллин . Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Кенея и Уганда были корония английского корония. Присоед в Оботе, нарозрабил, потом пришел еще лучше по Оботе в 1971 году. Иди Амин, крвавый Иди Амин. Згинело около 500-600 тысяч людей. Интересный фильм Гилса Фогена, «Остатний Крол Шкоки». Пропоную всем этим фильмом проезжать в Уганду. Очень красивый фильм. Показывает, как он встанет в трибы работы диктата, молодой Англия по прибытию. И начинает спопраковать с режимом. Уганда. Как раньше говорили, шалевая телефонная коммерка изменила обличе Уганды в три колори. Желтый, небеский и розовый. На третий, пурпурый. Уганда. 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 Малуются на жёлто, а продают все карты. А тут возвращаюсь только в другую сторону. Уже следующий дом помалованный на жёлто. Жёлтый, небеский и червяный. Еще есть две компании, но они не малуются. Не виделись этих цветов. И еще оранж вошел. Оранж в этой часу. Оранж. Оранж. Те самое, что у нас. И касса выплыва. Тих бедных людей до богатых краев захотних. Така есть правда. Така есть речевистость.